Экологический скандал в Гатчине. Микрорайон-аэродром задыхается от выбросов нести перерабатывающих предприятий. Люди все чаще фиксируют легочные заболевания и у себя, и у детей. И не иначе, как газовой камерой свои дома не называют. На аэродроме онкологии за 5 лет стало ровно в 5 раз больше. У наших детей астма и аллергия. Я вам даже покажу, что у меня постоянно с собой. Это ингаляторы. Одно дело, когда у тебя астма и аллергия, ты можешь снять приступ. На данный момент жители аэродрома снять приступ не могут, потому что это уже постоянное воспаление. И они начинают детей пичкать вот этими ингаляторами, которые гормональны, и только они могут снять на 12 часов приступ у детей. Сомнительные запахи стали появляться в довольно молодом и перспективном районе несколько лет назад. Последний год дышать стало совсем нечем. Жители забили тревогу, стали инициировать проверки, писать многочисленные письма во все инстанции. Больше всего их возмущает тот факт, что все это происходит буквально в 150 метрах от жилых домов и санитарно-защитной зоны. Проверки проводятся, надо отдать должное. Но за весь этот год, даже за два года, мы специально ведем в группе статистику, мы все записываем, когда запах и когда проверки. Не было ни одной проверки в момент запаха. Поэтому, естественно, все результаты чистые. Мы получаем, что у нас воздух чуть ли не с олимпийских лугов, а по факту мы задыхаемся. Мы и в квартире не можем находиться, потому что уже запустили этот воздух. И на улицу невозможно выйти. И вот что делать? Куда бежать? Экологическая беда в Гатчине собрала на открытые депутатские слушания несколько сотен человек. На встрече присутствовали экологи, врачи, педагоги, специалисты надзорных органов, местная областная власть, защитники детей. Постарались и представители заводов. Их сторонники активно размахивали заранее заготовленными транспарантами. Старались, как могли, заглушить недовольство самых простых горожан. А с трибуны представитель компании «Сибрось переработка» даже посетовал, что слишком много проверок им пришлось пережить. Горожане тут же парировали, что, мол, еще мало. Из выступлений надзорных органов стало понятно. Расхожее мнение «не все то, что плохо пахнет, вредно» в данной ситуации не работает. Взятые пробы показали. В атмосфере есть фенол и меркоптан. А в воде уровень содержания нефтепродуктов превышает допустимые показатели примерно в пять раз. В связи с чем, Комитет по экологическому надзору Ленинградской области уже готовит документы в суд. Жители, в свою очередь, договорились не сдаваться и продолжать жаловаться во все инстанции. Обещали, вот сколько будет выбросов, столько и будет писем.